Добрый вечер! Рад всем приветствовать сегодня нашим политкафе на Большой Покровской. Сегодня наше территорием посвящено очень интересной теме, фельдцированной рекой. Президентная рекой в России сильно назрела, с этим сложно не согласиться. Но тот путь, который выбрало правительство Российской Федерации, ведет не туда. С одной стороны, они вне веры об увеличении пенсий, а с другой стороны, поднимают пенсионный возраст. Получается, каламбур для пенсионеров. Будут жить хорошо, но недолго. По моему мнению, забота о детях и стариках – это главная задача государства. И сегодня правительству необходимо подозначить вопросом, почему такая огромная разница в пенсиях между разными категориями граждан. Надо подумать, как пенсионный фонд можно наполнить альтернативными источниками, а также поддержать работающих пенсионеров. Об этом и обо чем-то другом мы будем говорить сегодня с нашим гостем, доктором экономических наук, профессором, доктором Александром Владимировичем. Пошу твердить. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я соглашусь с Андреем Ивановичем, что наше правительство идет правильной дорогой, только не в том направлении. То есть реформа назрела, да? Но вопрос в том, в каком направлении она назрела, и вот я думаю, что на этом следует остановиться. Это во-первых. Во-вторых, я хочу отметить, что мы с вами этот вопрос рассматриваем, да, и обсуждаем. И это началось активное обсуждение не так уж и давно. И вот только оно началось, и вы знаете, уже правительство старается внести в Думу, и говорят уж прямо чуть не завтра, в проект пенсионной реформы, чтобы, не дай бог, вот мы с вами не успели осмыслить то, что происходит, сформировать свою позицию и начать действовать в соответствии с интересами большинства граждан, я бы сказал, прежде всего, трудящихся. Но, тем не менее, правительство делает свое дело, а мы должны делать свое дело, понять, что происходит, ну и потом принимать, вероятно, какие-то меры. Значит, вот я вижу, сегодня собрались весь отпит люди такого возраста, у которых пенсия вот-вот наступает. И это правильно, потому что вопрос о пенсионном возрасте, это вопрос, вообще говоря, о жизни, да, и жить нормально, здорово жить, это требование и интерес в любом возрасте. И поэтому мы, конечно, должны проблемами пенсионного возраста решать в общем контексте задачи здоровой, продолжительной жизни, без чего развития человека быть не может. И вот если мы с этой точки зрения подойдем к рассмотрению проблемы, то мы должны понять, что речь идет о труде, да, и трудиться – это совершенно нормальная потребность человеческая. И больше того, вы знаете, что это первая человеческая потребность – трудиться. Потому что люди отличаются не тем, сколько они потребляют, в этом смысле нам слона не превзойти. Он столько потребит, сколько ни один человек не съест. А вот трудиться – это специфическая человеческая потребность, которую делали человека человеком. И в этом смысле, конечно же, когда мы говорим о пенсионной реформе, то мы понимаем, что речь должна идти о том, чтобы лучше человек мог трудиться, чтобы полнее удовлетворить потребность в труде. И вот кажется, и так всегда бывает в жизни, что первое, что кажется, на самом деле, в противоположной сущности. Кажется, что чем больше человек трудится, тем полнее удовлетворяется его потребность в труде. Но мы с вами также прекрасно знаем, что все хорошо в меру. Что, да, человек, конечно, это труженик, но он не только труженик. У него есть и другие потребности, не только связанные в труде, потребности в человеческом, товарищеском общении, потребности в развитии своих способностей, в образовании, в искусстве, в культуре, в физической культуре. И мы не можем сводить человека только к работнику, только к рабочей силе. То есть все должно быть гармонично. И вот давайте посмотрим с этой точки зрения, что же у нас происходит в области пенсионного реформирования, насколько оно согласуется с потребностью гармоничного всестороннего развития человека. Значит, вот говорят о том, что 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин – это такой пенсионный возраст, который слишком невелик. Что он отличается в меньшую сторону от тех социальных гарантий, которые представляются от трудящихся назад. Мне уже приходилось с этим выступать, в интернете вы можете найти. Я хочу еще раз повторить, что мы должны судить о том, сколько человек труется в своей жизни. Не только по годам, и прежде всего не по годам, а потому, сколько он реально труется. Прожить-то, Господи, сколько прожил? Человек может прожить много лет, и ничего сказать, и он даже дня не трудился. И что, мы тоже будем считать, что вот он такой, так сказать, заслуженный человек. А труд-то считают очень просто. По часам, рабочий день, рабочая неделя, все это в часах измеряется. И вот, казалось бы, это очень простая идея. Но я так и не слышал ни разу, что вышел какой-нибудь министр или даже эксперт, а вот Алексея Кударина считает большим экспертом. Я, честно говоря, не знаю, в каком смысле он эксперт, потому что никогда не приходилось читать его самостоятельные книги. И вообще, как студент, он не был особенно заметным. Я это знаю, потому что учился как раз все годы на экономическом факультете Ленинградского университета. Там были яркие личности, они потом у себя заявили. В разных, причем, политических лагерях Алексей Ильич к этому числу не относился. Ну так кто-нибудь посчитал, простая арифметика, сколько же часов человек отрабатывает за трудовую жизнь в среде. Когда такие подсчеты проводишь, выясняется, что до 2001 года наши работники, работники, выходившие на пенсию, за жизнь отрабатывали меньше. Это была прежняя система, которая действительно, видимо, многое гарантировала. А вот после 2001 года началась такая ситуация, что трудовая нагрузка наших работников стала расти. И они уже к 2008 году по числу часов, отработанных за свою трудовую жизнь, стали превосходить работников немецких, работников норвежских, работников шведских, я же мог перечислить, развитые страны. И получается, что за более короткий трудовой стаж в годах наши работники отрабатывали за жизнь большее количество часов. В этом смысле можно сказать, что они трудились интенсивнее. Так и что это означает? Что, сказать, кто же спрашивается, больше сохранился, значит, кто имел больше свободного времени в своей жизни? Наши работники, пенсионеры 2008 года или немецкие, голландские и так далее. Совершенно очевидно, что немецкие и голландские. Теперь следующий этап. Значит, вот повышают пенсионный возраст. В том числе и на Западе повышают. И что получается? Ну вот я провел такие подсчеты. Выясняется, что люди, которые выйдут на пенсию после повышения пенсионного возраста, будут работать за свою жизнь меньше, чем те, кто выходили на пенсию до повышения. А потому что каждый год предыдущее поколение отрабатывало больше. А с 80-х годов в развитых экономических странах, властные дырцы, и к сокращению продолжительности рабочей недели, рабочего дня, количество времени отработанного за год. И поэтому в сумме, те, кто уходит на пенсию позже, набирают часов за трудовую жизнь меньше, чем те, кто уходит на пенсию раньше. Нету справедливых даже для тех, кто будут уходить на пенсию после реформ на Западе. А что у нас? То есть я вот говорю, хорошо, европейский опыт, хорошее дело, давайте смотреть. Ну вот выясняется, что когда наши работники будут уходить на пенсию, если поднимем пенсионный возраст на 5 лет для женщин и для мужчин, то тогда они отработают за трудовую жизнь на 9 тысяч часов больше, чем те, кто выходил на пенсию до повышения пенсионного возраста. Ничего себе прогресс! Ну какой же это прогресс? Какой же это европейский опыт? То есть там люди, так сказать, с годами, с десятилетиями живут лучше и лучше, имеют больше времени, работают меньше и поэтому живут дольше, а у нас предлагают больше грузить. И говорят, мы как европейцы. Или вы совсем нищем не разбираетесь, или хотите нас обмануть. Но здесь же грамотные люди сидят. Уж мы-то можем посчитать, арифметические действия проделать. Если вы это не проделали, господа, реформаторы пенсионные, то вы просто, так сказать, не выполняете своих обязанностей, и зря вам деньги платят. А если вы проделали и молчите, тогда вы мошенники. Ну выбирайте, что вам больше нравится. Или вы невежественные люди, или мошенники. Вот что им больше нравится, Мария Иванович? Я даже не знаю. Ну как-то вы должны определиться, в каком они лагере. Но можно, как известно, дурачить народ долго, но все-таки бесконечно нельзя. Вот здесь грамотные люди, и вы скажете, я думаю, что проделать такие расчеты, они придут в таком возрасте, что, конечно же, наши люди работают больше. После повышения пенсионного возраста они будут работать больше, чем их французские, немецкие коллеги, на 20% времени, в часах. Что тут говорить? То есть они идут в одном направлении. Вот я вернулся к вопросу о дороге. А мы идем прямо в предположенном направлении. Ну я теперь хочу вам сказать вторую часть. Вот ссылается на продолжительность жизни. Я хотел бы отметить. Как вы думаете, а количество отработанных часов влияет на продолжительность жизни или нет? Я задаю вопрос риторический, потому что все разумные люди скажут, что, конечно, влияют. Это же трудовая нагрузка. Если вы грузите больше, организм значится быстрее. Значит, люди живут меньше. Вот мы проделали с аспирантом расчеты. И что выяснилось? Что если мы, к сожалению, не могли сравнить трудовой стаж и количество отработанных часов, это, так сказать, сложный просто технический проблем. А вот сравнили зависимость продолжительности жизни от количества отработанных часов за год. Выяснилось, что сокращение количества отработанных часов за год на 200 часов дает прирост продолжительности жизни на один год. Если между нами, скажем, и Германией разница в 500 часов за год, у нас работники 1900 часов, как будто бы ленивые, да, как считает правительство, видимо, а у них очень трудолюбивые, 1400 часов. Так вот, это объясняет, значит, два с половиной, три года разницы продолжительности жизни между нашими и неместными рабочими. А если мы прием во внимание, в каких условиях, это средняя цифра, в каких условиях наши работники работают, ну, статистику откроете же, это официальные данные. Значит, у нас 41% рабочих мест, около 40% рабочих мест, это места с вредными или опасными, и или, и или, и то, и другое может считаться опасными условиями труда. Значит, в обрабатывающих производствах больше 50% работников получают льготы и компенсации, связанные с такими условиями труда. Да, я думаю, что в Германии другая ситуация. Так наш год, значит, это за полтора и за два у них идет. То есть, вот эту разницу, продолжительность всей жизни, связанную с продолжительностью отработанного времени за жизнь, надо брать в ножа и на длину. Вот у них там 80 лет живут, у нас продолжительность жизни, как сейчас рекорд, 72. Так весь этот разрыв значительный, если большая часть, я думаю, как раз связана с тем, что наши работники работают больше. Куда же вы еще-то хотите увеличить? Вы хотите, вы уже загнали людей еще. И ставить задачу войти в клуб 80 с плюсом, продолжительность жизни. Ну, давайте определяться. Если вы хотите такую задачу ставить, вы тогда делаете то, чтобы туда войти. Снижайте трудовую нагрузку. Если вы укушаете нагрузку, ну, тогда не надо себя обманывать. И нас обманывает. Ведь народ не надо обманывать разговорами, а 80 плюс. Так не получится. То есть, опять, Андрей Иванович, верные дороги идут только не в том направлении. Что принадлежит направление, в конце концов. Значит, дальше мы идем о продолжительности жизни, если говорить. То помимо того, что мы говорим с вами о факторах, связанных с продолжительностью работы, разумеется, влияют и другие факторы на продолжительность жизни. Во-первых, какие исходные данные? Давайте говорить о продолжительности здоровой жизни. Когда человек не мучен хроническими заболеваниями, можно с собой ухаживать, не воспринимая себя как здоровый человек. Значит, статистический отчет есть. У нас 61 год, во Франции, в Германии, плюс 5, плюс 6. Это с момента рождения. Ну, иногда радуются и говорят, а в Сфере, в Сфере Леоне, вы знаете, самые бедные страномеры, там 24 года. Ну, мы должны по кому равняться? По Сфере Леоне? Вот я не знаю, вот Медведев, когда выступает, он вообще с кем нас? Сфера Леона сравнивает? Ну, тогда да, конечно, на фоне Сферы Леоны, еще бы страна такая великая держава, да, смотрится лучше. Но если вот смотреть все-таки на Сферы Леона, тогда мы уступаем по продолжительности здоровой жизни, при рождении, на 5-6 лет. А когда мы выходим на сравнение продолжительности предстоящей здоровой жизни, уже не для новорожденных, а для людей, которые дожили до 50 лет и поглотали пыль, да, на производстве, я так сказать, посидели безмерно, тогда получается другая картина. Разница уже становится в 15-20 лет продолжительность здоровой жизни. Потому что у нас человек, доживший до 50 лет, мужчина, будет жить здоровой жизнью, ожидаемой продолжительности 14 лет, во Франции 26, в Шевицарии 30 лет. То есть 16 лет разница. То же самое для женщин. Наши женщины тоже. Тех же условий победить, на троице. Поэтому такой же будет результат. То есть с этим тоже никак-то не вяжется ничего. А теперь объясним некоторые демографические факторы. Вот я посмотрел, кому, по кому придется удар этой пенсионной реформы, основной, ну вот те, кто уже на грани, да, вот скажем, вроде бы не так страшно. А вот те, кому сейчас 25-29 лет, 30-34 года, это как раз основная когорта, самая многочисленная когорта российских граждан. Значит, тех, кому сейчас 25-29 лет, 11 миллионов 879 тысяч, тех, кому 30-34, 19 миллионов 537 тысяч. Больше когорта, это только кому 70 и старше. Но на них уже нечего, с этого решать внимания, они уже пенсионеры. Так вот давайте посмотрим, что это за люди? Когда, сказать, они формировались, когда они формировались, росли, в 90-е годы. Помнишь, что это за годы? Это годы, когда бедность прибыла совершенно страшный масштаб, 40 процентов. А по многодетным семьям, вот Андрей Иванович говорил, как мы сейчас, так сказать, стараемся решить эту проблему, тогда эта проблема была в квадрате. Значит, я думаю, что большинство детей многодетных семей жили в условиях бедности. Что такое бедность? в тех условиях. Это просто физическое голодание. Белковое голодание, недостаток питания. Раз это люди прошли на протяжении 5-10 лет такую штуку, значит, что в последствии? А в последствии статистик говорит о том, что по всем возрастным когортам, после, люди, которые в детстве голодали, смертность в 3 раза выше, по сравнению с теми, кто не голодал. Все эти люди, на которых придется основной удар от пенсионной реформы, они ослаблены. Вы что делаете-то? Вы смотрите по кому? По нам, что ли? Вот я рос в советское время, война меня совсем не затронула. Я не знаю, из моих сверстников никто никогда не голодал. А вот я знаю, из личного опыта, и по статистике это может сделать вывод, что голодные опыта падали в 90-е годы, то все и дети не доедали. Да, так и что? И как у них со здоровьем будет? Да что говорить-то? Вопрос риторический опять. Что же тогда вы, сегодняшние цифры о продолжительности жизни провоцируете? На каком основании? Вы что, не знали, что были в 90-е годы? Знали. Значит, они просто опять это забрасывают, совершенно не интересуют это проблемой, научный подход. Да лишь бы вот это протащить. Ну и, наконец, третье, что я скажу сказать, хочу сказать, что вот мы ведем речь о повышении пенсионного возраста. Что такое пенсионный возраст? Это граница между трудоспособными и нетрудоспособными. Верхняя граница, еще нижняя граница, когда вступаем. Вот сейчас речь идет о верхней границе. Так, значит, здесь нам что, поюс-то говорить? Очень многие после достижения пенсионного возраста работают. Ну посмотрим, а сколько многие? Значит, статистика говорит, что по женщинам старше 55 лет работает 49%. Значит, 51 все-таки не работает, а 49 работает. По мужчинам старше 60 лет работает четверть, а значит, 75% не работают, потому что они даже хотели бы работать, а уже не в состоянии, с учетом того, в каких условиях или трудах, да, и какое у них здоровье. Так, что такое, ну представьте себе, повышаем возраст пенсионный, скажем, до 80, после этого кто-то будет работать. Вот правительство говорит, что безобразие такое, после выхода на пенсию, люди все еще по достижению пенсионного возраста работают. Ну давайте найдем такую планку, когда вот после 80, наверное, только единица, какая-то редкая птица долетает, вот какая-то редкая птица, и 80 лет это будет граница. Я хочу сказать, что опять, видимо, неграмотная, ну в этом смысле, я думаю, что люди просто не знают. Что такое граница? Граница, это такая определенность, которая сводит и размыкает два нечего. Ну скажите, пожалуйста, граница между двумя государствами, она кому принадлежит? И тому государству, и этому, и тому, и этому. Граница трудоспособности означает, что человек и трудоспособен, и нетрудоспособен в то же самое время. Поэтому, если мы берем 55 лет, и больше половины женщин уже не работают, а чуть меньше половины работают, ну это граница. Ну как раз вот на самой границе. Так вы что, хотите отказаться от привязки пенсионного возраста к границе трудоспособности? Ну так и скажите, что наполевать нам на границу трудоспособности, чего хотим, то и сделаем. Ну тогда скажите так. Ну скажите, выйдите перед народом, хоть честно будет. Ну правда, эта честность похожа очень на цинизм, знаете, цинизм, такая честность, которая говорит, что мне на всех наплевать. Вот так это будет цинизм. Поэтому, конечно, благоразумно, никто этого не говорит. Так на самом деле, сейчас мы как раз имеем пенсионный возраст, более-менее совпадающий с границей. И то, по мужчинам, похоже, что не совпадает. Если большая часть мужчин, 60-летних уже работать не хотят, не потому, что не хотят, а потому, что уже не могут. Потребность работать, это здоровая потребность. Если человек в силах, неужели он сядет, будет на лавочке сидеть, и так далее. Да ты с тоски умрешь. Все это прекрасно понимают. Но если не могут люди уже, не заработали, все отдали. Зачем же это повышать? И вот люди, женщины тоже, я знаю, скажем, особенно касается, конечно, прежде всего рабочих, мы с вами понимаем. Те, кто занимает действительно более тяжелых, трудных условий. Скажем, у меня была очень хорошая знакомая, товарищ, можно сказать, Мария Александровна Егошина. Замечательная женщина из села, здоровая, крепкая, безвредных привычек, все, фрезеровщица цеха механо-сборочная 1 завода Красная Сурова. 55 лет наступает. Она неделю работает, две недели у нее давление. Ну, хочет работать, все равно работает. Потом опять, и что мы ее обязаны, должны были обязать, чтобы, хочешь, не хочешь, Мария Александровна, она должна работать прямо до смерти, чтобы. Так, что ли, стоять с вопросом? То есть я хочу сказать, что никаких демографических соображений вборе того, что настало время повышать пенсионный возраст, конечно же нет. Конечно же нет. Еще раз, теперь возвращаемся к тому, с чем начали. Ну, а в принципе, когда-то можно повышать пенсионный возраст? Ну, когда-то можно, конечно. Можно повышать пенсионный возраст. То есть если люди наши будут, вот сначала давайте решим вопрос с продолжительностью рабочего дня. Ну, разве это, так сказать, современно, люди по 12 часов работают? Еще и за счастье, некоторые считают, потому что они как будто бы зарабатывают. Что они зарабатывают? Презверенная смерть, конечно. Но сначала перед этим будет период, когда они будут лекарства повышенные использовать, тратить средства, и так далее, и так далее. Но это разве нормально? Почему правительство не стучит кулкала? Вот говорят о кризисе. Да, вот у нас был кризис, как говорят нам. Кризис, я как экономист могу сказать, в чем выражается? Что растет безработица, незагруженные мощности, людям не хватает работы, заказы падают, проставят и так далее. Что это у нас за кризис такой был интересный? Значит, в 2014 году рабочая неделя средняя 44 часа, а в 2016 кризис, в разгаре кризиса, 45 часов. То есть, трудовая нагрузка растет. Это 45 средняя. 12 процентов занятых работали более 60 часов. Так это уже, ну, я не знаю, какой век-то? Куда нас кинули вообще? И вы хотите вот этим людям еще сказать, ну, теперь еще плюс 5 лет поработать. Это же прямое убийство, о чем речь идет? Значит, можно повышать пенсионный возраст, вот сначала сократить рабочие недели до 7 часов, до 6 часов, до 5 часов. Люди поработают 2-3 десятка лет, вырастет поколение, которой не хваталось вот этого чрезмерного труда, и они будут в состоянии, безусловно, и желание никуда не пропадет. Я еще раз говорю, это совершенно нормальная потребность работать, сколько бы лет не было. Возможности не хватает, они будут в состоянии работы, и вот тогда повышаете пенсионный возраст, это будет во благо, и вам скажут спасибо, ура, и так далее. Или, по крайней мере, уж сильно протестовать не будут. Но сейчас никакой возможности объективной нет. Никакой. Это меры, которые приведут просто к предъявлению гибели миллионов людей. Ну, правительство должно отвечать за свои действия или нет. Ну, это что такое? Ну, нас и так ноги очень дали. И войной идут, и всякое. А вы что, хотите, скажите, подорвать главный ресурс страны, людей и в жизни сотропивных? Ни в коем случае это нельзя допустить. Андрей Иванович, спасибо большое. Этот вопрос подняли. И вот сейчас есть движение такое. Надо ждать, конечно, от профсоюзов, которые объединяют вот людей, независимо от политических взглядов, от тех, кто обеспокоен судьбой России. Скажем, конфедерация тогда России создала штаб, открытый штаб по движению за сохранение пенсионных прав. я знаю некоторые общественные политические организации, которые поднаправили своих представителей, поддержали это дело, и вот надо подумать, в какой форме поддержать это благое начинание, потому что, конечно, мы не должны допустить этих мер. Александр Владимирович, я хотел... Простите, а одной причиной правительство называет причиной пенсионного бодроста это отсутствие финансовых средств в пенсионном фонде? А с другой стороны, я слушал выступление депутата государственной фонды, который говорит, что правительство наоборот сокращает государственное выступление денежных средств в пенсионный фонды. А есть какие-то альтернативные способы пополнения пенсионного фонда? Или вот только за счет работающего поколения, Кулианова и гораздо вам отличить средствующих пенсионеров? Ну, если вы правильно поставили вопрос, что правительство хочет решить эту проблему за счет работающих, удлиняя возраст работы с одной стороны, а с другой стороны искусственным образом сокращая количество пенсионеров. То есть снимая себя обязательств. Вы же трудоспособны, что же отречать? Я думаю, что ресурсов финансовых огромное количество, об этом все давно уже говорят, известные люди говорят, и Лазер говорил, многие говорят, что остановите вывод капитала, там триллионы лежат, значит, видите, прогрессивное налогообложение, это триллионы, да, но это даже, я бы так сказал, вот сегодня решить проблему, а вообще как экономически решать проблемы? Это вот иногда я бы вашу мысль продолжил, обеспокоенность такая, что уж очень много пенсионеров сейчас приходится на работающих, пока еще приходится не очень много, двое работающих, один пенсионер, что ж такого страшного? А может быть такое, что, значит, три пенсионера на одного работающего? Да может быть, потому что, вот я экономист говорю, что количество продукта производимого зависит не от того, сколько людей трудится в конечном счете, хотя это тоже значимо в данный момент, это зависит от общественной производительности труда, да решите вы проблему с общественной производительностью труда. Вот никто не задумывался, что было, скажем, два века назад, я опять к нашему правительству обращаюсь, там вообще пенсионеров не было, а как решался вопрос? Почитайте русские писатели об экономике, вот человек троица, 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 надорвался, на печь и умирает, его даже не кормят, ну, кое без причин, не надо вот, если живешь, трудись, не живешь, не трудись, а сейчас там музей по замке приставы и рассказывали, как еще в начале двадцатого века дети, пятилетние, шестилетние, начинали работать, ну, часов по двенадцать, ну, а взрослые, конечно, уж они, само собой, до двенадцати работали, а в четыре вставали. Чрезмерный труд был. Сейчас же нет необходимости получать больше продукта за счет того, чтобы увеличивать труд. Сейчас производство вязаняется, скажем, граждан этих стран от силы пятая часть, об обрабатывающих производствах в населенных штатах Америки 10 миллионов, там 130 миллионов занятых и только 10 обрабатывающих производствах. Это вторая промышленная держава мира. Это означает, что один при высокой производительности труда кормит, я не знаю, там 20 человек, в том числе может даже не работающих, или работающих, но очень отдаленно связанных с производством, финансовых рокеров, брокеров и так далее, на всех хватает продуктов. Решайте проблему не за счет того, чтобы больше работать. Это глупость, я хочу сказать, это уже прошлый век, что лучше, чтобы лучше жить, надо больше работать. Кто это сказал? Чтобы лучше жить, современной модности экономической, надо производительнее работать. Решите проблему с повышением производительности туда. Это вообще тогда не вопрос будет, когда мы уходим на пенсию. Это с одной стороны. Вьетнамец, с другой стороны, Андрей Иванович, вспомните, все время, вот сейчас это чуть притихло, а было время, когда это одновременно звучало. С одной стороны, значит, надо увеличивать пенсионный возраст, потому что не хватает кадров, а с другой стороны пишут. Значит, ученые посчитали, но, правда, ученые такие сомнительные, что, значит, в средстве роботизации 50% станут излишними. Так вы сведите концы с концами. Зачем вы повышаете пенсионный возраст, если 50% будут излишними людьми в средстве роботизации? Будет сейчас сделать так, видимо, что мы сначала повысим пенсионный возраст, а потом будем толдыщить вот эту задачу решением про роботизацию, потому что о ней больше слов, а пока она используется для того, чтобы люди не рыпались и не требовали повышения зарплаты. Потому что чего вы рыпаетесь? Не требуете повышения зарплаты, вас завтра выкинут, и другие, и вас выкинут, и вы. То есть терпите. То есть это вот концы с концами не свой. Уж если роботизация, зачем повышать пенсионный возраст? А если уж пенсионный возраст повышаете, и все дело в первом том, что надо больше работать. Мудрость экономическая 200-летней давности. Но тогда замолчите про роботизацию, ради бога. А когда это одновременно звучит, ну это тогда такая фальшивка, и то, и другое. Да, еще вопрос одно. Если поднимать люди в пенсионный возраст, то возникает проблема подружного молодых кадров. Молодежь, они же занимают, пенсионеры занимают рабочие места, которые на там приходят молодежь. А сейчас всегда вот смотрю по предприятиям нижнего нового, то везде нужны кадры с опытом работы. А где молодежи взять опыт работы и за итог закончить учебное заведение. И всегда берут пенсионеров, даже выгоднее работодателя взять пенсионер, который будет работать, чем вредит молодежь и учить на это место. Это тоже проблема? Это большая проблема. И это проблема, которая свойств не только нам. Но вот я бы хочу перевести для примера. Значит, в Англии проводили опрос по разным социальным группам, связанным с каким-то другим, другой проблемой, но в ходе этого выяснил средний возраст социальных групп. выяснил, что вот то, что называется классический фабричный звездской полетариат средний возраст опрошенных, и это проецируется практически на средний возраст действительно, фабричный звездской полетариат рабочего класса в Англии составляет 66 лет. Можете себе представить? Вот они дотянули. Поэтому я слышу такую историю. Я теперь, когда я смотрю на 66 лет, я понимаю, что там нет, не заботились люди о молодежи. Ну, Англии, понятно, финансовый центр, они еще одного олигарха притащат, значит, еще миллиарда они из-за этого жили. Россия в другой совершенно ситуации. Но они не заботились этим. Да? Что ж там будет-то? Так вот, наша одна фирма, я слышал, очевидцы, заключила контракт, получите из Англии. И что вы думаете? Производственный контракт. Наши рабочие ездили туда, потому что те не могли выполнить этот контракт. Вот до чего. Ничего себе экспортеры. Так мы что, хотели такой ситуации? Ну, а дела, до нее 4 подводных лодки. Посмотрите, атомных. Она противостоит. Соединенные Штаты там и в сумме все это делают. Нам-то надо делать эти подводные лодки. Кто ее будет делать-то? Как же мы без молодежи это будем делать? А как же молодежь пойдет в эту сферу, где, значит, рабочие места с вредными условиями 40% и выше, заработок ниже, смертность в 3 раза выше по всем возрастным категориям? И кто что пойдет? То есть, я оттуда вы сейчас наоборот, если мы хотим такую проблему решить, вот я уже некоторым такой социальный класс анализ провожу, если мы хотим сохранить рабочий класс, тем более его приумножить, ну, надо уже какие-то льготы давать. И пенсию-то, наверное, надо сокращать, а не увеличивать. Правильная дорога идет, товарищи, определенное направление, это плата правительства. И зарплату, и чтобы хоть люди туда шли, потому что действительно нарушается преемственность рабочих кадров. Это страшная штука, потому что нам никто подводной лодки делать не будет. О чем разговор? Какая тогда, так сказать, безопасность государства? Речь идет просто, видите, о чем речь идет уже? Не просто о хорошей жизни, а просто о безопасности государства, просто о жизни самостоятельного государства. То есть мы сейчас должны этим заботиться, потому что если будет дальше такая дорога, повышение пенсионного возраста, то люди будут выбирать. Между чем? Ну, хорошо, повысили пенсионный возраст. Куда я пойду? Значит, я пойду в обредные условия, но люди, это же не злаки, понимают, чем заканчиваться. Или я пойду туда, даже, может, на меньшую зарплату. Ну, там, где чисто, ну, не плыли, ну, тематомитно, конечно, стоять этих. Страшное дело. Вот по сверлоуке пойдешь, ну, как в аквариуме эти рыбки плывут, золотые, в пустых магазинах. Но, тем не менее, хоть они, хоть не из газованности, ни вибрации, ни эмульсия в лицо, ничего, они проживут дольше. Это всем известно. Вот они куда пойдут? У нас уже вот эта излишняя занятость в этих сферах, ну, просто излишняя, а в производство не идут. Еще один вопрос, который хотел поднять именно по повышению своего возраста и синизм труда в течение отборожения срабочного дня. Это человек, который знает на производстве, он в то же время уделяет меньше вопросов семье правиль. Абсолютно. Уделяет вопрос воспитания детей. Он меньше уделяет время в своей второй половине. Им семейным правиль, семейным ценностям. Понимаете, вот это все тянет на собой очень большую проблему. А основная проблема в России сейчас это демографическая, у нас народ практически умирает у нас не только только работник, у нас граница защищать детям. Мы с этим вот посылом в больнице пенсионного возраста увеличили рабочие дня и даже не нормировали, но просто рушили силы практически. Андрей Иванович, это еще один аспект, который затронули, который совершенно с теми затронули. Потому что рабочее время это время жизни. Но жизнь, я с этого начинал, не ограничивается только работой. Так вы остальные части почему свели? То есть это дети социальные сироты при живых родителях. Так же получается. Какая же тут демографическая проблема? Как же она решится? Значит, люди не получают, как говорят, современное производство, оно требует того-сего. Ну, хорошо. Так если люди работают на него часов, тогда они будут повышать квалификацию? Когда они будут воспринимать новые? Никогда не будут. То есть это очень... То есть что получается? Вот я хочу сказать, что давайте немножко защитим наших работодателей. они злые не только в этом отношении к работникам. А что, они лучше с оборудованием обращаются? Нет. Оборудование обновляется, то у нас все стареет, стареет, стареет производственные фонды. Значит, туда не вкладывают. А люди, это еще один фактор производства. Ну, как они к станкам, так и к людям. Да и, так сказать, работают, все выжать, а потом, с чего будет потом? Это вот очень близорукий подход, и это, конечно, подход негосударственный. И давайте прямо говорить, анти-российский и анти-государственный. И такой дорожкой идти, Андрей Иванович, ну какая тут, так сказать, демографическая ситуация, какое улучшение? Только обострение будет. Только обострение. Вымирание народа, сокращение детей, и нас уже голыми руками не берут. Потому что, сейчас кто еще держится? Пока. На тех, кто постарше. Мне нравится правительство. Значит, я ведь имею в виду конкретно Медведева, а, скажем, я мог бы сказать, сказать о Топилине, который сохранил свой пост, который год назад заявил о том, что в 21 веке надо иметь рабочий день 6 часов, 4 часа, и даже 2 часа, разумеется, без понижения зарплаты. Почему? Я вот с удовольствием называю тех людей в правительстве, которые действительно разделяют прогрессивные идеи. он не первый это сформулировал, но, по крайней мере, он повторил с высокой трибуны. Потом, я хочу сказать, скажем, Владимир Владимирович Путин, он, скажем, сказал занять, говорил об очень осторожной позиции. Что ж тут? Это тоже очень хорошо, 7 раз отмери, 1 раз отрежь, еще подумать, как отрезать. Что ж тут не нравится? Вот именно такой подход. Да, есть Медвен Анатольевич, который вот толкается кем-то, и сам тоже проводил эту идею, а есть и другие силы. Поэтому, он сказать, что прям вот все руководство страны только за это, нет. Поэтому, мне очень нравятся те позиции, которые, говорил, топили. Я правильно сказал, что мне нравится тот человек в правительстве, который выступил за двухчасовой рабочий день в 21 веке. Я вот не хочу на камеру сказать, мне это нравится. Ну, а то, что тут противоречит, мне это действительно не нравится, и я об этом говорю не скрывать. И мне очень нравится российское государство в какой части? В той части, что это независимое государство на сегодня, единственное независимое государство в Европе, на территории которого нет баз иностранных вооруженных сил. А плюс, и, конечно, американских. Больше таких государств нет. Они могут процветать, они могут иметь пенсионный возраст такой и сякой, но у них базы стоят американские, с американским оружием. А мы единственная свободная страна. И мне это очень нравится, жить в таком государстве. Я горжусь этим. Хотя, в моем государстве много беспорядков, и оно капиталистическое, я бы... Ну, тем не менее. Вот мне это нравится. Значит, теперь, что касается роботизации. Ну, наверное, я понимаю, что вам не удалось развернуть свою идею, когда вы будете на этом месте ее развернуть. то роботизация, конечно, человека полностью не изменяет. Что, разве тут исчезнет? Робот это высокоорганизованные средства производства и даже орудия труда. А мы знаем, что во всякий труд включает три момента. Значит, предмет труда, орудие труда и саму трудовую деятельность. Поэтому роботизация без человека невозможна. Другое дело, что, слава богу, в условиях роботизации не надо столько человеческого труда. Замечательно. Не надо столько человеческого труда. Поэтому, если роботизация позволяет трудиться час в день, но только каждому, я согласен с тем, бабушки говорят, ну, ты хочешь только хлеб ешь, а сам ничего не производишь. Если вот часть в день она позволяет трудиться, и замечательно, мы будем час в день, полчаса в день, полчаса в день будем трудиться. Все трудиться. Вот здесь я вполне разглядаю идею Венгрица о том, что никто не должен впихивать на плечи других свою долю производительного труда. Вот пусть полчаса в день, но каждый. Вот с этим я согласен. Но это же не то, что сейчас на немногих вспыхнули, да еще на старших по 12 часов в день. Поэтому я очень приветствую роботизацию. Я всех тоже, товарищей, прошу, вот сказать, не дать себя запугать роботизацию. Потому что роботизация это средство экономии человеческого труда. И надо бороться только за то, чтобы эта экономия не имела такую форму, что мы оставляем немного очень занятых и увеличенных рабочий день. При роботизации тоже можно работать по 12 часов и по 24, если хотите. Если вы 50 человек выкинете на улицу. Поэтому это не роботизация, виновата. Это виновата использование роботизации. Так давайте правильно использовать на средствах людей. Поэтому это гигантское средство. А что у нас в непроизводственной сфере, сколько труда грязного, да, рутинного, непривлекательного. Там, дай бог, структура роботы пришли, наконец-то свалили людей от этого грязного труда. Поэтому не надо пугать роботизации. И не надо думать, что люди перестанут трудиться. Они будут трудиться в человеческих условиях и в соответствии с потребностью в труде. И, может быть, даже будут наслаждаться трудом. Потому что когда час в день, то, наверное, это уже наслаждение. Даже в станке. Кто виноватый, что выдел? Да, здесь вечеринка была вопроса. Вы были корневая причина. Почему так? Почему с 90-х годов, ну, собственно, на самом деле, те изменения, которые были, ну, я это расцениваю на просто, дали пожил. Опять же, дали те люди и те философы. И наша виза в том, что наши страны управляют не наши философы, там, прохрана, да, и подобные философы, а философы из Стенпортского университета. Ну, в том числе, такие, как Макфон, да? То есть, наша элита, которая вот сейчас, собственно, новая у нас руководители, они никуда ездят учиться. Они учатся в Стенпорде, они учатся в Лондон Бизнес Кул, в Кембридже. Все это замечательно и здорово. Но какими они сюда приезжают? Какие ценности они сюда? Ну, собственно, я хотел вам вопрос задать такой, опять же про элиту, да? Да, вот слышали вы про такую вот организацию международная массажерная компания «Макинзи»? Ну, фамилии могу назвать, да? Узнавляет представительство «Макинзи» в России небезызвестный служеничный демовар, да? Это сын Александра Саевича Служеничева. Вот, он, значит, «Макинзи» на нем отделка, да, то есть у них партнерская система работает, он выливает топливный аналитический код, да, «Макинзи» — то есть это «Газпром», «Восвель», вот это все, что вы наверно знаете, да? В банковском секторе — Эн Швастман, Питер Кравич, Денис Буков. Денис Буков, во-первых, эконом-банки сейчас внедренная тема. Ну, собственно, можно ли мы рассчитывать на какой-то экономический рост, на какие-то изменения, в том числе, там, пенсионные, да, вот, в системе нашей, да? Когда это все делают люди, внедренные не только в нашей экономике, в средствах информации, в долгоногласии. Вот, у меня, я так вот спросить, вот, какое ваше отношение к компании «Макинзи»? Ну, не обретал, про нее слышали, знаете, про людей, как вы ее оцениваете? И второй вопрос, что делать? Может быть, пора уже вспомнить наших приятных, вовремя и моспожарских, да, что пора что-то лечить? Тут много, на самом деле, вопросов, и можно что комментировать. Ну, по поводу того, что учатся в зарубежных университетах. Вот, насколько я помню, Маркс учился тоже не в Советском университете. Да и Ленин оканчивал, поступал в Казанский императорский университет, экстерном окончил в Санкт-Петербургский тоже императорский университет, поэтому, ну, это буржуазия и капитализм, хотите, не хотите, это дает то необходимое знание, которое поможет его преодолеть, да, поэтому, ну, что тут, а что коммунизм, из чего вырастает, потому что если говорить о дальней перспективе, ну, из капитализма. Другое дело, что в капитализме есть два начала, и надо поддерживать прогрессивные тенденции, и вот, находясь в всего лишней нашей ситуации, мы должны эти прогрессивные тенденции поддерживать, пока у нас очень нет сил для того, чтобы, в целом, заменить этот строй. Я бы так ответил на ваш вопрос. Что касается Маккензи, значит, я не смотрел по персональному, кто что представляет, я смотрел по содержанию того, что они делали. Вот я хочу сказать, Маккензи в этом смысле очень оптимистичен, и в том числе и с точки зрения перспектив России. Вот в то время, как наши, сугубо наши, я вот говорю, лица читал специалистов, правда, такой специалист не профессор, а чуть не ассистент, по-моему, такой, Рангхиса, то есть это президентская государственная служба. Вот прогноз в 40% потери рабочих мест, а у Маккензи, например, в прогнозах по России, в 18% к 30-му году сокращения рабочего времени, в следствии роботизации, и в то же время, тоже Маккензи, институт, а там свой ряд авторов, доказывают такую идею, что с одной стороны будет усвлажнение, а с другой стороны появляются новые потребности, происходят некоторые процессы, которые порождают новые рабочие места, новые труды. Так что баланс получается такой, что 50-50, то есть почти ровно для некоторых стран, а для некоторых стран, для Германии, минус 4% потери суммарного рабочего времени в 30-м году. Это совсем не катастрофа. И в этом смысле, я хочу сказать, что Маккензи, что бы они не делали политически, экономически, буржуевик тоже заинтересован в том, чтобы понимать перспективы развития. Долго везло, что это понимание все равно классово ограничено, но тем не менее оно есть, и мы тоже должны опираться. Теперь, что касается того, что делать. Я, конечно, не уповаю на то, что ситуацию исправят внутри правительства сами люди, между собой, да, потому что вот те, о ком вы говорили, они, безусловно, за ним стоит международный капитал, совокупная мощь которого десятикратно выше, чем капитал России национальный. Это давление страшно. Что мы можем этому противопоставить? Ну, Сирия может только противопоставить силу. Силу нашего капитала. Вот смыть с Берлиной историей уже понятно, что если он только что-то начинает, что-то там в курс, да, близкий к профессиональному, раз, миллиарда нет. Поэтому это уже не сила. Они по своему масштабу, ну что такое 20 миллиардов нашего личина, и там, я не знаю, за 100, за 200. То есть они же не в первой сотне. Это не величины мировые капиталы. То есть со стороны капитала России не устоять. А со стороны кого тогда устоять? Ну вот есть же, так сказать, трудящиеся. Но трудящиеся тогда будут силы, когда они организованы. Поэтому я большой оптимист и большой сторонник развития профсоюзного движения в России. Вот когда такая будет организация, я, со стороны тех, кто непосредственно заинтересован в улучшении своего положения, да, вот только тогда можно что-то изменить. Я хочу сказать, а что вы думаете в Германии, что ли, сами господа, что ли, капиталисты, внедряют 6-часовой рабочий день и 35-часовую рабочую неделю в металлургической промышленности? А разве не профсоюз в металлургической промышленности, который неоднократно проводил национальные забастовки, это выбил? И закрепил в коллективных договорах. Я отнюдь не считаю, что прямо мертвый спит и видит. Как бы только сократить рабочий день, но сами работники добились своего. Да, наши работники однажды добились куда большего, чем те, кто на Западе. В 17-м году, в 1017, куда большего. Поэтому скажем, я все время провожу эти цифры, запомните, что еще то, что у них будет, у нас уже было. 7-часовой рабочий день нигде не узаконен, ни в одной капиталистической стране самой развитой. А у нас был узаконен в 28-м году, а декрет, точнее говоря, был в 27-м году. И к 35-му году 80% промышленных рабочих работали по 7-часовому рабочему дню. Ну, потому что гражданскую больную кровь проливали за отдел. А потом вот расслабились, ну, потом, значит, война великотечная, да много чего. Поэтому, конечно, мы сейчас откатились назад. Но чтобы пойти вперед, надо опять собирать армии трудящихся. Я имею в виду армию в перенос смысле организованных людей, которые будут бороться за свои интересы. Если бы, скажем, вот завтра в ночи вдумывает проект, да, а по крупным центрам промышленности, промышленным, значит, прошла приостановка, минутная приостановка работы с требованием, знаете что, отложить это дело. В которое приняли бы участие, скажем, ну, так, миллиона два работников. Я думаю, что никакого бы, так сказать, проекта реформы, пенсионного, не было бы. Его бы даже не внесли. Ну, а если этого нет, значит, что это получается? Страна работодателей свой интерес отстаивает, а страна работников нет. И как это работодатели должны заработников выполнять и осуществлять их интересы? Такого не будет. Это утопия. Поэтому нечего. Мы обращаемся, конечно, к президенту, обращаемся к Государственной Думе, но рассчитывая не на то, что они изменят ситуацию, а рассчитывая на то, что нас услышат работники и начнут шевелиться и бороться за свои интересы. Поэтому я большой оптимист по поводу того, чего можно добиться даже в условиях капитализма. Но это оптимизм не такой, что мы будем сидеть, ждать, переваривать эти идеи хорошие, а будут люди организовываться, и тогда доберутся своего. Здравствуйте. У меня вопрос. Как ли мы слимом нашей страны на экономику нашей страны? Ну, развернутые, пожалуйста, смотрите. И, ну, как обстоят дела с рабочими делами и пенсиями в странах, там, Китай, Японии, Горее? Я не буду оригинальным, если буду говорить о климате, потому что вы, наверное, имеете в виду книгу Паршина, в свое время нашумевший. Безусловно, это заслуживает своего внимания, вот эти идеи о том, что я вот родился и работаю в университетском переулке, и смотришь на кирпичные стены, которые страшно толстые, да? Почему? Значит, такой фундамент, между прочим, страшно глубокий, потому что это связано с промерзанием. Я однажды тоже был поражен в 90-е годы, вот благословенный, как читают некоторые, в период разговора демократии. Значит, посадил картошку 15 мая, а 18 мая мы прилетели в Германию на стажировку, ехали, так сказать, прилетели в Гамбург, если вы знаете, это север Германии, и ехали в Гамбург чуть южнее. И что я тут смотрю на полях такое? Я уже был большой знаток этого дела. Цвела картошка. Поэтому, значит, сколько же они вырожаев сняли? Я только бросил, а у них же цветет. А у нас цветет еще только в конце июля, начале июля. Когда же? То есть, конечно, климат – это очень серьезный ограничитель наш успех. Но я хочу сказать, что технологический прогресс, научно-технический прогресс способен преодолеть эти ограничения. Поэтому, несмотря на суровый климат, первый человек отправлен в космос был советский гражданин. Несмотря на суровый климат. Первая атомная станция была построена, и так далее, и так далее. То есть, когда экономика ориентирована на научно-технический прогресс, к нему восприимчива, а это советское чудо очень интересное, это же, помните, период понижения цен регулярного, какая там инфляция. И это очень интересный был опыт. И вот тогда были самые высокие темпы и самый быстрый научно-технический прогресс. Поэтому, я думаю, климат – это существенный фактор, но он не ограничитель технологического лидерства. Если будет правильная социально-экономическая политика, то мы снова будем лидерами. И второй вопрос, простите. Ну, ладно. Значит, про Азию и Японию. Я понимаю, что здесь часто такое сравнение говорят. Ну, вот в Японии же работают по новым, в отпуск не ходят. Вы знаете, что интересно? Если посмотреть на статистику, то вдруг выяснилось, что в настоящее время в Японии, скажем, средняя трудовая нагрузка на одного работника в год – 1700 часов. Это ниже на 200 часов, чем в России. Как-то удивительно, думаешь, как же так? Это раз. Во-вторых, не будем забывать, что у Японии продолжительность жизни, тоже говорить, что там женщины с некоторого времени не работают. В этом смысле все входит из производства. То есть, поэтому они вот всеми этими негативными факторами, связанными с производством, не угнетены. Это два. Третье. Давайте смотреть тенденцию. Вот у нас тенденции совершенно определенные. К росту трудовой нагрузки, к повышению трудовой нагрузки. Ее взвинчиво. Поэтому идем туда. Какая там тенденция? Тенденция хоть Корея, хоть Китай, хоть Япония. С очень больших начальных высот трудовых нагрузок, которые были точно выше, чем в Советском Союзе. Существенно выше. Идет понижение. Поэтому их сейчас доминирует тенденция к прогрессу. И они, как это в песне советской пели, сегодня весело живется, а завтра будет веселей в этом отношении. То есть, меньшими, это им тоже дается. Значит, в Корее там за 8 часов и рабочий день бьются, так там их, так сказать, газом и дубинками, но они тем не менее бьются за свои интересы. А что делать? Так приходится биться. Поэтому вот в чем разница между нами. Да, может у нас сейчас пока еще ситуация лучше, меньше, потому что у нас ЮС идет от таких завоеваний, что мы отступаем в течение 50 лет и все еще не так отступили, как они наступая, еще этого уровня не достигнут. Но тем не менее, тенденция такая, что у нас регресс, а у них в этом отношении прогресс. Поэтому, конечно, у них ситуация лучше. Говорить о перспективах надо отталкиваясь от опыта. Есть ли в мире опыт развития кооперативных движений, я имею в виду производственных кооперативов? Ну, есть, конечно. Самый известный, вы знаете, что 25 лет назад было, это очень на слуху пример, это система, вот вы говорите, ассоциацию. Это можно рассматривать именно как ассоциацию испанских баскских кооперативов Мандрагон. Да, это дает очень много преимуществ, потому что целевая функция, в общем-то, меняется. Это не столько прибыль, сколько обеспечение благостания людей. Значит, поэтому вот так просто взять и выкинуть людей, там этого тоже нет. Разориться и сказать, ну, лад, затылся, и бог с собой, там этого тоже нет. Это очень здорово. Это действительно здорово. Ну, я вам хочу сказать, что без денег они не обошлись. Там есть свой банк, да? Но раз он есть, а банковская, не случайно говоря, система, то банк этот, конечно, зависим от в целом системы, которая регулируется и влияет на этот банк. Поэтому кооперативам, к сожалению, из этой постановки не вырваться. Они остаются островками, которые, так сказать, включены в общую-то враждебную для них атмосферу, и у них два выхода. Или вот быть законсервированными. Как можно стараться изолироваться? Они тогда тоже много чего теряют. Или в этой системе растворятся, но тогда они перестают быть кооперативами. К сожалению, это не может быть в капиталистической экономике основой развития. Это некоторое предвосхечение будущего. Что если бы будет такое время наступить, когда люди будут и работниками, и собственниками, что из этого можно получить? Предвосхечение будущего. Это действительно такой пример, который говорит в пользу того, что то, что ныне существует, исторически приходящее. Ну, а что касается того, что вы говорите, спортсменов, это, конечно, и спорт, и физкультура. Вот я думаю, что надо впрямую связывать это как раз и с сокращением рабочего дня. Например, когда в 60-е годы был семичасовой рабочий день, то в начале 60-х, то была такая ситуация, что люди, в общем-то, мой отец был тренером классских команд, были настоящие рабочие, которые играли, у них хватало сил, и были соревнования между цехами. И вот сегодня я встречаю людей, которые сейчас в возрасте говорят, да знаете что, мне это Спартак с этим цирком, вот я всю жизнь болею на Спартак, и тоже уже остыл с этим цирком, значит, с зарубежными легионерами. Куда мне не интереснее, чем в то время, когда мы играли цех на цех. Вот это был футбол. Я тоже понимаю. Футбол такой будет массовый, интересный, охватывающий всех, когда у людей будут силы на футбол. Для этого сократить рабочий день. В советское время, помните, был день здоровья. Где сейчас день здоровья? Ну, хоть бы день здоровья какой-нибудь бы в массовом порядке. Мамы сейчас был методистом по физической культуре гимнастике, там, в офисах, производственную гимнастику проводить. Но этого же нет. Я хочу сказать про рабочих, а давайте немножко позаботимся о финансистах, которых голоса вообще никакого нет. Значит, есть вот такие вот международные, как раз корпорации, о которых здесь говорили. Приезжают и в свои порядки насаждают. Человек приходит на работу в 9 утра, приходит, уходит в 12. И в это время ты должен выспаться, исходить в фитнес, потому что и сколько человек так может протянуть? Не только разве у нас? У меня в голове цифры не укладываются. Финансовые аналитики в Нью-Йорке работают по 120 часов в неделю. Это как вообще? Что они могут сделать? В чем смысл этого? Мы-то знаем, люди умственного труда. Неужели можно 120 часов в неделю трудиться плодотворно? То есть их держат просто специально, чтобы все остальное из главного тела, чтобы в робота превратить. Вот он, роботизация. Какой у них спор? А с другой стороны, вы знаете, как у нас футбол появился? Я эту историю посчитал. Значит, конечно, до революции у нас футбола не было, потому что футбол был делом богатым. Не только деньгами, а и временем. Какой футбол у рабочих после этих 10-часовых рабочих смен? Поэтому играли англичане, свободные граждане и так далее. Когда появился футбол? Ну, когда сократили рабочие деньги до 7 часов. Вот последний коллектив физкультуры с конца 20-х годов. Появился футбол массовый. Но потом, правда, пошли опять профессионалы. Ничего не очень здорово. А вот отец мой, который был тренером, я потом посмотрел на него, что он был плохого тренера? Ну, чего ж такого-то? Трудовая книжка была у него на заводе Красного Сорова. Рубщик по металлу 4-го разряда. Что ты будешь делать? Зачем это было скрывать? Я не понимаю. Ну, видимо, и футболисты были такие же, рубщики. Ну, такая ситуация сейчас. Вы подняли очень интересный вопрос, и вот к этому приходится возвращаться, и надо возвращаться. Что такое, так сказать, событие 93-го года? Ну, ведь это, по сути, фашистский путь. Почему фашистский? То есть, полное нарушение законности, значит, разгон, причем, вот как вы сказали, именно в такой форме, легитимного, то есть, избрана по закону, органа власти, да, фашистский путь. И вообще страна висела на глазке. И я думаю, что здесь надо понимать, с кем инспирировали, да, фашизм, мы знаем, что за ним должен стоять финансовый капитал. У нас не было тогда еще финансового капитала крупного. Это американский финансовый капитал. Они смотрели и направляли. И, в общем, судьба страны была на глазке. Это действительно существенный момент. Потому что я только хотел отметить, что то, что называлось тогда Верховным Советом, Советом в настоящем смысле уже не было. Это был буржуазный парламент. Это был буржуазный парламент. Так вот, разгон буржуазного парламента, конечно, сыграл очень негативную роль. Другое дело, что фашистская диктатура, тем более, которая насаживается извне, это очень неустойчивое образование. Да и в России перспектив у нее не было бы больших. Поэтому так тихо-тихо на тормозах спустили, приняли какую-то конституцию. Причем, как вы знаете, на референдуме голосовали ведь не за то, что сейчас называется конституцией, а за некий... Вы признаете конституцию Российской Федерации? И как должен был ответить гражданин? Вот как был вопрос поставлен. Не тот проект, который выясен где-то. То есть за что он проголосовал-то? Или кто-то голосовал. Неизвестно за что. Поэтому с самого начала все это. На песке. Но, я хочу сказать, что, во-первых, это перерождение власти началось в 1993 году. Я, например, считаю, что это началось после смерти Сталина. И поэтому эта дорожка шла. Они, так сказать, сообщики выселить неизвестно откуда. Они вот, так сказать, росли, росли, их накопилось очень много. Я же был и видел, что творилось на учительном съезде в Коммунистической партии Российской РС и ПСР тогда, тогда еще в советское время. Что говорят, рыночные реформы придут к краху. И вроде все соглашаются и так далее. А Горозович говорит нет. И что, ну, три четверти делегатов? Да, за рыночные реформы. Так это что, их пытали, что ли? Угрожали? Нет. То есть это накопилось всякого дерьма. И потом, значит, все это не случайно. Но я вам что хочу сказать, что вот дорога к изменению закона лежит, конечно же, не через парламент непосредственно. То есть сначала Ельцин взял власть, потом ввел в Конституцию, ту, которая его устраивает. Сначала вопрос решается о власти, потом законодательно оформляется. Вот такая последовательность. Поэтому сейчас у нас есть хороший проект, и есть. Есть слаботница Юрий Максимович, вот такой был судья, Солнечная Горска, разработал проект, так сказать, Конституции. Замечательный проект. И что его примут? Да ни за что. Хотя замечательный проект. То есть надо решать вопрос, вот начиная с профсоюзов. Что могут делать профсоюзы в плане развития законодательства? Примите коллективный договор, в котором закреплено 6 тысяч соборов рабочих дней, хотя бы на одном предприятии. Скажем, вот вы были в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, я что-то там включился и понимаю эту атмосферу. Там вот замечательная есть организация, портовый комитет, портовый комитет, да, в морском порту Санкт-Петербурга, профсоюз Ленинград, который чудеса творил. Еще в те времена. Почитайте эффективный договор, это сказка, разве возможно. Там, там, там все прописано. Почему? Они боролись. Они так боролись от отдельной статьи, тем для отдельного разговора. В статье не было в ВВЛ и в ВВЛ, что в Санкт-Петербурге это направление не пошло. Нет, у них не было такого, нет. А в Санкт-Петербурге не стал? Нет. Я хочу сказать... В Санкт-Петербурге не было такого, такого, такого... Нет, 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 нет. Я хочу сказать, как раз профсоюзы были вне партийного тогда влияния. Они старались дистанцироваться. Это вот совершенно очевидно в те годы. Но, тем не менее, вот, так сказать, на хорошей закваске такой общественно-политической они это делают-делают. Поэтому, как сейчас будет ситуация развиваться с сооружением законодательства? Будут бороться, так сказать, профсоюзы, будут закреплять в коллективных договорах прогрессивные трудовые нормы. Рабочий день, уровень заработной платы, социальные гарантии. Когда это будет на плане предприятий страны, тогда это в Думе будет. Когда это в Думе будет, я вас уверяю, встанет вопрос о том, чтобы в Конституции закрепить, узаконить вот те социально-экономические гарантии, которые уже в жизни есть. То есть, в этом смысле закон всегда идет за жизнью. Вы сначала эту жизнь проведите, и тогда будет Конституция. Поэтому я с вами согласен, что много можно претензий к Конституции проявлять нашу. Но в этой Конституции закреплено право на забастовку, то есть на то действие, благодаря которому трудящиеся могут не только улучшить свою жизнь, но и улучшить свое правовое положение. Поэтому меньше стонов и плача на то, что нам не дают. А попробуйте что-нибудь взять и добиться. Вот таких людей, которые добиваются, очень мало по России, по нашей великой России. И от этого наши все беды. А не от того, что работодатели делают то, что им выгодно. Они делают, это понятно. А вот работники не делают того, что им выгодно. И поэтому у меня, честно говоря, больше претензий к работникам, чем к работодателям. Я хочу сказать, что мы активно подключаемся и фактами тоже. В Швеции все то, о чем мы говорили. И там капитализм, и там одна семья, значит, Воленбергов треть. Какие там семьи банкирщины? У нас, у них одна семья, треть средств производства, так сказать, своей собственной сидежи, частной собственности. Но тем не менее, работники многого добились. Шести часового рабочего дня у них эксперимент. Спорят о нем, так все, но идет. Поэтому можно это делать. И не надо ждать. Что же так, понимаете, в чем делать? Мы будем ждать светлого будущего. А от кого оно придет? От кого придет-то? Так надо, начиная с малого. Вот сегодня здесь поборитесь. Поэтому я с вами согласен, что когда будет общественная собственность, все будет значительно лучше. Вопросов нет. Здесь вопрос в том, а как к этому прийти? То есть ждать, пока оно упадет как с неба, что ли? Или пока ее президент ведет? Ну это совершенно утопично. Такого не будет. То есть общественная собственность – это результат борьбы рабочего класса. Сегодня он борется, конечно, за более мелкие требования, но аппетит приходит во время еды. Другого пути нет. Поэтому президент никого не обманул. Кого он обманул? А что он обещал? Президент очень у нас достаточно умный, чтобы выдержаться, как-то эти обещания. Он по пенсионной реформе очень аккуратно сказал. Поэтому давите. Вот все решается давлением. Если с той стороны так давит, я еще раз возвращаюсь к тому, что с той стороны давит международный капитал стократно сильнее, чем наш. Значит, агенты его влияния здесь. Но что мы будем расписывать, что они делают? Вот это как все равно, что во время, так сказать, Великой Отечественной войны, Сталин занимался тем, что рассказывал, какие силы у Гитлера и кто его поддерживает. Это, конечно, очень интересно, но постольку-постольку. Ну, свои силы собирайте. Наша армия не собрана. Когда соберется наша армия, я думаю, что Россия в 17-м году была не в лучшем положении, чем сейчас. Но, тем не менее, когда собралась, используя межэмпетитические протворечия, они всегда были и остаются. Можно свое добиться. Но соберите свою армию, трудящихся. Сделайте этого. Не ждите откуда-то помощи. Это очень неблагодарная работа, тяжелая и трудная. Но это единственное спасение России. Вот я еще раз хочу сказать. Проверите. Другие источники не найдете. Это единственное спасение России. Поэтому вся помощь в России. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok